1 июня прошла Всероссийская акция по привлечению в Национальный регистр потенциальных доноров, посвященный Международному дню защиты детей. В мероприятии участвовало 18 городов России, в том числе и Брянск. Сейчас войти в доновский регистр стало очень просто. Это можно бесплатно сделать в любой лаборатории инвитро, сотрудничающей с РУСФОНДом. Сдать для анализа 9 мл крови. Вся процедура от заполнения анкеты до сдачи крови занимает 15 минут. Эту процедуру вы можете пройти в любом офисе инвитро нашего города. Для этого вам нужно приехать, заполнить анкету, после чего сдаете 9 мл крови и вы свободны. Вашу кровь рассмотрят. Если все по 14 показателям, если у вас все хорошо, вас уносит регистр доноров. И мы будем очень рады, если вы присоединитесь, можно в любой день прийти в любую лабораторию сети инвитро, сказать, что вы хотите попасть в регистр доноров. И у вас возьмут кровь. Это будет совершенно бесплатная процедура. А через 3 месяца вы получите письмо. Поздравляем его в регистре доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Потенциальным донором может стать каждый человек от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний. И очень важно, чтобы это был вес больше 50 кг. К любому родителю очень страшно видеть эти объявления о сборах денег, на лечении детей. И если мы можем чем-то помочь, надо помогать. Если ты молод, здоров, почему нет? Не будет ли? Приходите. Не дай бог, если у кого-то кофемуется эта проблема, и человек не сможет найти донора, то все может закончиться очень печально. Поэтому я считаю, что долг каждого сдать кровь. И тем более, что еще нет такой вероятности, что ты точно станешь донором. То есть, если тебе, конечно, выпадет такой счастливый билет, то есть спасти чью-то жизнь, я считаю, что это будет просто здорово. Регистров в мире десятки. Многие из них объединены в единую сеть. В международном регистре хранятся десятки миллионов фенотипов. В российском регистре – 99 тысяч. Врач, ищущий донора для конкретного пациента и имеющий учетную запись в регистре, заходит на сайт регистра и смотрит, нет ли в нем подходящего фенотипа. Если он найден, сотрудник регистра связывается с потенциальным донором и получает его согласие. Таким образом, помочь онкобольным детям может каждый. Акция направлена на активизацию здорового населения, стать донором костного мозга и спасти жизнь тысячам детей, больных раком крови и наследственными заболеваниями. Когда неродственная трансплантация костного мозга от донора является единственной возможностью выжить.